Привет, ребята! Привет! Можно я поцелую выкунать своего продюсера? Ой, где вы еще поцеловались? Борис Михайлович! Привет! Нас, кстати, сегодня обвинили наши коллеги о том, что мы как раз исполнительного продюсера телеканала просто подставили, отдали под танки, и он обдувался за наш утренний эфир, рассказывал, что там будет. Игорь Белышев. Да, Игорь Белышев открыл нам секрет, что же вы так не жалеете своего исполнительного продюсера? Отправили его в прямой эфир на растерзание как раз Игорю Белышеву рассказывать о предстоящем телеварафоне. Он просто не знал, что мы отсыпались. Поэтому спасибо, что вы нас вовремя прикрыли. Теперь давайте общаться на тему и, в общем, и разбираться. Давайте разберемся. Давай, разрешите. Вот там я встряну ваш чудесный монолог и расскажу о том, что там меня подставили. Сейчас я поэтому решил прийти именно во второй половине вашей программы, когда мы начали катиться с горки, когда все уже стало легче. Ответочка, ответочка. Борис Николаевич, вы не отвертитесь сейчас в прямом эфире от вопроса? Давайте разберемся, что я делаю в прямом эфире телеканала ТВ-5 сейчас. Если программа моя, давайте разберемся, выходит по пятницам. Ну, Наташа, во-первых, твоя трудовая книжка у меня. Это нужно признать честно. Что правда? Иначе паспорты. Во-вторых, во-вторых, телевизионное творческое рабство никто не отменял. Мы все сегодня в этой упряжке и помогаем нашим ребятам, чем можем. Поэтому будем тарабанить вот этот маленький отрезок времени вместе с ними. Поскольку мы все в творческом рабстве, давайте разберемся. Давайте разберемся. Что ждет зрителей телеканала ТВ-5 в новом сезоне? Ждет очень много всего интересного. Мы возобновляем программу «Территория возможностей». Это ток-шоу о возможностях, экономическом потенциале нашего региона, нашего края. Очень серьезная, классная, очень нужная, важная программа, где мы будем разбираться, общаться со специалистами, с промышленниками, с аграриями, с предпринимателями и искать пути налаживания ситуации экономической в нашем регионе. И как же двигаться дальше и не закисать. Программа «Социальный патруль». Наша телекомпания, наш телеканал идет к людям. Мы хотим помогать людям. Мы очень любим нашего зрителя. Нам очень важны и близки его проблемы. Программа «Открытый микрофон». Наша любимая, которая будет продолжаться дальше. И это очень здорово. Мы хотим слышать наших зрителей напрямую. Это программа, в которой они могут говорить то, что они думают, без купюр. И мы едем к ним, мы едем в регионы, мы едем в райцентры, поселы, в городе, в разных точках. То есть где угодно, в любой момент времени можно встретить наших журналистов и прямо сказать, что ты думаешь о власти, о городе, о жизни, о канале, обо всем. Борис, у меня появился повод, еще один повод разобраться с тобой. Почему ты до сих пор не назвал новый проект «Разговор»? Потому что ты так как-то игриво на меня смотришь, и я понимаю, что ты сама хочешь рассказать об этом проекте. Программа «Разговор» – это будет диалог. Да, я их знала. Там будут одни из лучших ведущих, скромных, лучших ведущих. Это будет ведущий Максима Наприенко, и у него будет соведущая Наталья Зайченко. Это должен получиться очень интересный, прямоэфирный, это очень важный проект, в котором мы будем общаться на неожиданно интересные темы в легкой форме, замахнемся на формат Вильяма нашего телевизионного Шекспира Ларри Кинга. И вот, да, 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 вот такой некий инфотейнмент, да, будем людей информировать. Развлекаем. Ларри Кинг – це фирма. Мы не обойдем своим вниманием культуру. Это программа «Антракт», которая с сентября возвращается на наши каналы, на наш канал, и эту сторону жизни мы считаем очень важным продвигать, потому что не только должны мы информировать, развлекать, мы должны еще и воспитывать нашего зрителя в какой-то форме. И, конечно, вот эта культурная жизнь, мы будем ее освещать самым лучшим образом. Программа «Планшет» даже не спрашивайте, она будет, будет, будет. Она будет обновляться, она будет, там появится куча новых рубрик. Борис Николаевич, квартирник, давайте разбираться. Давай, вторую, здесь у нас очекают, очекают, натикают или натикают. По-моему, надо вовремя останавливаться, потому что скоро раскроем все секреты. Прямо все карты открываем. Одни спойлеры прошли, действительно, того, что увидим в новом телевизионном сезоне телеканала ТВ-5. Ну, я думаю, что, в принципе, будет чем удивить наших телезрителей, 100%. Будет.